Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня поговорим об одевании альтернативных персонажей. У некоторых людей возникают с этим проблемы, потому что периодически хочется играть не только на основном персонаже, но хочется и за альтернативного персонажа что-то поделать. Тропнуть какую-то вещицу для ачивы, тропнуть какие-то трансмоги, чаще ходить в какие-то рейдики и всё такое прочее. Само собой, для этого нужен какой-то хотя бы гир, какие-то хотя бы хорошие циферки в плане ДПСа нужно выдавать. И то нововведение, которое компания Blizzard сделала сегодня, точно обрадует тех людей, которые хоть немножко пвпшат на рейтинге 1600. И это нововведение обрадует тех людей, которые имеют много очков завоевания. Сегодня мы их будем тратить, сегодня мы будем гириться, и на своём примере просто покажу, что можно получить 275 гир для альтернативного персонажа всего лишь за несколько часов. Что нам для этого нужно? Ну, как уже я сказал ранее, нам нужен рейтинг. Хотя бы 1600 с целью того, чтобы покупать эти сундучки. А также нам нужно много очков завоевания. Далее мы подходим к брокеру, который стоит на втором этаже в Оребосе. Кто уже играл в прошлые сезоны, кто уже играл в Shadowlands, прекрасно знает, где он находится. И прекрасно знает, что мы сейчас будем покупать. Но всё же. 375 завоевания тратим, получаем сундучок четвёртого сезона. И в этом сундучке находится случайная вещица по нашему классу, по нашей специализации. Я куплю таких сундучков штучек 15 и просто вышлю на своего воина. Для того, чтобы ускорить процесс покупки, просто-напросто сделаю самый обычный макрос. RunBuy MerchantItem. Немножко обманул. 16 сундуков пускай будет, почему бы и нет. Ну а для того, чтобы не закликивать кнопочку ОК, чтобы не делать лишнее передвижение мышкой, тоже использую макрос. И само собой закину в описание к видосику. 16 сундуков выслано. Самое время зайти на альтернативного персонажа и открыть все эти сундучки. Сундучки прекрасно перетягиваются на панельку. И можно их юзать, просто нажимая кнопку на клавиатуре. Начинаем открытие. 16 сундуков открыто. Самое время глянуть, что вообще понападало по гиру. Ни одного пояса, ни одних ножек, ни одних запястьей. А, окей. И у меня уже были до этого. Само собой, плечи с шапкой нужно превратить в сетовые. Я этим займусь, разумеется. Выпали повторные колечки. Которые мы, конечно же, продадим вендору, потому что какой из них смысл? Мало. И я хочу еще сундуков. После открытия 28, ну, можно сказать, почти 30 сундучков, я думаю, нужно подвести небольшие итоги. Получается, все слоты выпали 275-е, кроме пояса. Окей, он легендарный, пусть он так и будет. Этот винг я даже перекрафчивать тут ничего не хочу. И нагрудник не выпал ни один. Окей, само собой, эпические другие вещицы превратятся в сетовые, и сет будет, и вообще все замечательно. А в PvP еще этот гир растет, что позволит и PvP-шить довольно-таки неплохо, чаще выигрывать БГшки, и еще больше таким образом фармить, как очки чести для Honor Level, для ачивочки, так и можно будет чаще выигрывать БГ и просто-напросто завоевания получать больше для покупки уже таргетных вещиц. То есть чуть-чуть дофармлю очков завоевания и таргет на навоине докуплю нагрудник. И он будет высок в этом левеле, потому что при открытии 30 почти сундучков не выпал ни разу нагрудник, и ни разу не выпал пояс. Все довольно-таки, конечно, интересно. Все остальные кусочки, все остальные вещицы, потом выпадывали по несколько раз. Так что, как-то так. Само собой, чем лучше ваш показатель удачи, тем меньше у вас будет просто-напросто повторных вещей. То количество колец, которое мне выпадывало, оно просто феноменальное. Это все, что я могу сказать. Уверен, вам повезет больше, чем мне, и вы потратите меньше очков завоевания для одевания одного персонажика. То есть на воина на текущий момент было потрачено 11 тысяч. Много это или мало? Ну, это почти все завоевание, которое было на ДК. Как-то немножко грустно. Но зато воин теперь одетый, и можно будет кулдана спокойно убивать в саде или ночи, и можно будет гробницу королей даже походить ради того, чтобы формануть череп ящера. И на БГ можно будет себя чувствовать довольно-таки неплохо. Так что, думайте сами. Сливать очки завоевания в целью того, чтобы чувствовать себя в игре лучше, или держать их в сумочке. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok